Организаторы против войны на Украине. Митинг прошел практически без эксцессов, был задержан один человек. Подробности в репортаже Андрея Аксенова. Украинская тема для журналиста – поход через минное поле. Любое слово под микроскопом, любая позиция в штыке. На митинге была представлена новая общественная организация «Союз европейских русских», но лица знакомые. Среди организаторов были замечены политики, поэтому журналисты заинтересовались мужчиной, который представился бывшим жителям Луганска. Я сам из Риги, я женился, дом построил там, продал квартиру здесь, выстроил там дом, представляете. И все, что у меня было, пришлось бросить и уехать ради детей, потому что, ну, вы представляете, что такое, во дворе взрываются снаряды и все. Людям пришлось повыезжать. Рядом разместилась палатка по сбору помощи жителям Востока Украины и беженцам. Допустим, принести там пачку печенья, да, для них это ничто, но на самом деле это радость для ребенка, который остался сегодня без ничего. Они действительно там дети в очень сложной ситуации. В сегодняшней акции мы собираем деньги на отправку гуманитарного груза, который у нас уже есть в Таллине, в нашем филиале и в Риге. Мы работаем в Риге с 10 июля, в Таллине мы открылись еще раньше, а гуманитарная помощь из Вильнюса уже доехала до Ростова. Не обошлось без мелких происшествий. Задержан один человек, высказавший слишком громко свою позицию по Украине. Не заставили себя ждать комментарий сегодняшнего митинга со стороны министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, который назвал мероприятие маргинальным. Для него сегодняшние участники это люди, цитирую, оболваненные пропагандой, которые поддерживают сепаратистов и террористов на востоке Украины. Тем временем, по сообщению агентства Лето, дипломаты Латвии, Литвы и Эстонии, находящиеся в Киеве, заявили, что их страны готовы признать террористическими организациями сепаратистов Донецкой и Луганской народных республик. Андрей Аксенов, Айнар Крауклис, Первый Балтийский канал.